добрый день дорогие пекари сегодня мы печем такой подовый ржаной хлеб очень красивый очень нарядный на мой взгляд это прям эталон по внешнему виду ремесленного хлеба при этом рецепт достаточно простой мне он нравится своей простотой и своей чистотой ничем не перебивается вкус ржаного хлеба пеките со мной получаете удовольствие начинаем добрый день дорогие пекари сегодня сделаем базовый рецепт ржаного хлеба на обдирной муки ржаной это чистый ржаной хлеб делать будем его в красивом подовом варианте не форме а выпекать будем на поду и этот хлеб прекрасен тем что в нем только мука вода закваска и соль и больше никаких ингредиентов итак берем воду воды потребуется 190 грамм здесь у меня ржаная закваска стопроцентной влажности на такой же точной обдирной муки смотрите какая она у меня живая и активная закваски понадобится 120 граммов добавляю 7 граммов соли и 250 граммов ржаной обдирной муки убираю весы есть прекрасный венчик которым очень удобно замешивать ржаное тесто ему хорошо поддается замес липкого ржаного теста гораздо проще чем делать это руками убираю всю муку со стенок и и домешиваю поскольку я вижу не промес и серьезные вижу сухую муку нужно вмешаться и промесить все-таки руками если у вас есть любая техника для замеса можете замешивать крюком лопаткой как вам удобно замешиваем примерно 15 минут чуть-чуть мочу руки и дальше берем и прямо в миске вот так вот кулаком промешиваем это тесто хоть у нас в ржаной муки нет клейковины но есть другие структуры которые создают структуру теста и опять же чтобы активизировать процесс чтобы задать тесту однородность его необходимо хорошенько замесить месим таким образом 10-15 минут его можно замесить в ржаном и не будет 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 смотрите я замесила тесто ровно распределила его в миске сейчас накрою крышкой и поставлю в духовку на плюс 30 градусов на 3 часа брожения тесто у меня провело три часа на брожении она хорошо подошло увеличилась фактически в три раза на поверхности появились дырочки смотрим внимательно если мы видим вот такие маленькие дырочки на поверхности и вот вздутый кстати есть пузырек это значит что газ дошел до поверхности и тесто полностью выброшены сейчас его нужно сформовать формовать я буду нам я подсыпаю муку на поверхность и подсыпаю муку на стол смачиваю скребок скребком прохожу и отделяю тесто от этого переворачиваю и жду когда тесто само выйдет не все отделилась теперь руками я собираю тесто в колобок аккуратно округляю его такой ровный колобок сильно давить не нужно достаточно просто его округлить так беру лопату с бумагой все сформировали мы колобок который нас устраивает укладываю на бумагу на лопату даем красивую купола в разную форму беру муку и хорошенечко присыпаю поверхность разглаживаю после оглаживания можно присыпать еще раз вот в таком виде я отправляю хлеб на расстойку туда же в духовку на ту же самую температуру расстойкой займет примерно час-полтора засекаем время наблюдаем если через час будет хороший подъем то пора будет разогревать духовку посмотрим на него через час прошла расстойка моего хлеба вот такие широкие трещины появились я вижу что он прямо уже оседает даже немножечко вниз планировалось час расстойки чуть чуть больше у меня получилось я ждала пока разогреется духовка сейчас у меня разогрета духовка на 280 градусов я буду подавать пар снизу брошу пару кубиков льда вниз и через пять минут проветрю духовку и снижу температуру до 200 и буду допекать еще минут 30 отправляю выпекаться смотрите хлеб у меня остыл какой красавец сейчас я хочу его разрезать и посмотреть на мякиш полностью ржаной хлеб довольно таки плотный мякиш нелипкий плотный упругий именно таким я помню плодовый хлеб со своего детства обычно он плотненький с плотным мякишем очень вкусно пахнет ржаным хлебом попробуем его немного позже классические ароматы я думаю классический вкус ржаного хлеба пеките со мной получаете удовольствие если вы любите ржаной хлеб как и я ставьте лайки пишите комментарии задавайте вопросы будем общаться печь а еще подписывайтесь на мой канал если вы еще не подписаны будем разбирать вопросы хлебопечения будем вместе печь и испечем еще очень много всего интересного